МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Мы с коллегами который год договариваемся о том, что содержим мы дворовые территории до асфальта. Коммунальные службы городского округа готовы к зимнему сезону. Наша задача удержать ситуацию, связанную и с вирусами, и с безопасностью. Как проходит профилактика распространения коронавирусной инфекции в школах, расскажет Луиза Игиазарян. Жители поселка выступили против. Их поддержали надзорные органы. В Краскове обсуждают строительство новой школы. Сегодня по селу-экстриму мы делаем очередной шаг. В Люберцах побили мировой рекорд. За историческим событием наблюдал Александр Колганов. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и ведомств доложили об итогах проделанной работы. За прошедшую неделю жители городского округа за помощью в полицию обратились 1600 раз. В результате возбуждено 30 уголовных дел, 25 раскрыты по горячим следам. На дорогах округа произошло 194 ДТП. Пострадало 3 человека. Пожарные выезжали по сигналу тревоги 38 раз. Ликвидированы 8 пожаров. Пожары произошли один на территории частного жилого сектора. Второй пожар произошел на автомобильном транспорте в результате ДТП. Третий пожар котельной мебельного цеха. И пожар в квартире жилого дома на 22 этаже. Также пострадавших нет. В службу 112 поступило больше 4,5 тысяч обращений, касающихся работы скорой помощи. Чуть больше 2 тысяч связаны с работой полиции и ГИБДД. В единую диспетчерскую службу ЖКХ городского округа за неделю поступило 6489 обращений. Из них по вопросам электроснабжения 529, водоснабжения 968. 1113 обращений связаны с работой центрального отопления. 393 с обслуживанием домов при домовой территории. 22 с освещением подъездов и дворов. 1975 обращений касались работы МОСОБЛ ЕРЦ. Об эпидемиологической обстановке рассказал главный врач Люберецкой областной больницы. На сегодняшний день заболевших в городском округе Люберцы 2505 человек. Госпитализировано в стационары 315. Из них в лечебные учреждения городского округа Люберцы 147. В другие медучреждения Минздравомосковской области 168 человек. На домашнем лечении находится 915 человек. Выписаны и до лечивания дома 1123 человека. С территории округа вывезено 28 219 кубометров твёрдых бытовых отходов. Для качественной работы региональный оператор закупил 648 пластиковых контейнеров для сбора мусора. Все они расставлены на специализированных площадках. Григорий Ворованин, Сергей Гвоздев, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В городском округе с рабочей поездкой побывала заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова. Свою поездку заместитель министра благоустройства начала с муниципального центра управления регионом. В Люберцах он начал работу в прошлом году. Именно сюда стекаются все обращения жителей. Здесь их классифицируют и направляют в соответствующий отдел. Нужно обращать внимание на урны, на граффити, потому что это сейчас топовая тема. По проезду, если проездов, опять же, несколько во дворе, и дворовая территория состоит из нескольких домов, то одной фотографии тоже сильно вряд ли. Потому что смерть, листва, мусор. На всё на это надо смотреть. А то сейчас зима, скоро. Жители всегда шутят над коммунальщиками, что с них приходит неожиданно. Поэтому давайте будем всё-таки развеивать данные высказывания. В предстоящей зиме коммунальные службы уже подготовились. На уборке улиц и дворов от снега будет задействовано несколько сотен тракторов, погрузчиков и самосвалов. Для работы привлекут и мини-снегоуборщики. Они уже доказали эффективность на узких тротуарах и в переулках. И самое главное, относится ко всем управляющим компаниям, это наличие таких аварийных бригад, оперативных бригад, которые обязаны причины, особенно в зимний период, когда возникает любая аварийная ситуация, всё это устранять в считанные, будем говорить, минуты, часы, особенно когда на улице минус 30. Мы это всё проходили, поэтому мы на сегодняшний день к зиме готовы. В этом году министерство озвучило чёткие требования к коммунальным службам. Наличие 90% исправной техники. Запас противогололёдных материалов не должен быть меньше 50%. Мы с коллегами который год договариваемся о том, что содержим мы дворовые территории до асфальта. Поэтому самое ключевое – это своевременность уборки. Поэтому все городские округа в этой части стремятся повысить данные критерии работы. Синоптики дают неутешительный прогноз. Уже в выходные в Подмосковье может выпасть первый снег. Он станет дополнительной проверкой коммунальных служб перед календарной зимой. Григорий Ворванин, Александр Колганов, Сергей Гвоздев, Пётр Пономаренко и Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ. В Люберцах начала работу первой в округе служба помощи при ДТП. Ежедневно она будет помогать водителям, попавшим в некрупные аварии на дороге. На открытии центра побывала наша съёмочная группа. Оформить мелкое ДТП, не вызывая сотрудников госавтоинспекции, россияне могут уже два года. Это экономит время автолюбителям и даёт возможность сотрудникам ГИБДД заниматься более глобальной работой, регулировать движение и выявлять нетрезвых водителей. Но участники дорожного движения до сих пор боятся самостоятельно фиксировать происшествия и заполнять документы. Поддержку окажет служба помощи при ДТП. Как оформить извещение, как оформить европротокол, как сделать фото-видеофиксацию, то, о чём многие просто не знают. Почему люди боятся уезжать вместо ДТП, потому что они думают, что они сейчас оформят что-то не так и страховая им откажет. Мы добиваемся того, чтобы документы были оформлены корректно, безопасно, чтобы гражданин мог спокойно обратиться в страховую компанию за страховым возмещением. Работа службы актуальна. Более 70% ДТП в стране мелкие. За два года помощь получили более 80 тысяч человек. В Подмосковье уже работает шесть офисов. В Люберецком поддержку водителям будут оказывать два специалиста центра и один сотрудник ГИБДД. Я думаю, что мы, опираясь на опыт наших коллег, на подсказки наших старших товарищей, я думаю, мы эти все вопросы здесь будем на территории решать. Искренне хотел бы пожелать всем люберчанам, да и всем жителям и люберецам нашей области без аварийной езды. Служба помощи при ДТП оказывает бесплатную помощь ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Круглосуточную поддержку можно получить, позвонив на горячую линию по номеру 112. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Компания по производству архитектурно-декоративных изделий из камня работает в Люберцах. Предприятие, расположенное в поселке Красково, занимается обработкой природного строительного материала. Наша съемочная группа увидела, как создаются элементы, которыми украшают фасады зданий и сооружений. Небольшое, но уникальное предприятие. Именно здесь изготавливались материалы для отделки храма «Спаса преображения в Переделкине», музея-заповедника «Царицыно», храма новомучеников церкви русской на Лубянке и главного храма вооруженных сил России. В основе всей продукции только натуральный камень. «Поставляем блоки с карьеров разных из России, Казахстана, Украины в меньшей степени. Россия, регионы – это основной Урал, Санкт-Петербург, Карелия. И здесь обрабатываем уже из этого блока, уже у нас получаются разные продукции». Затем эта продукция находит себе применение в строительной отрасли. Из готового материала в дальнейшем изготавливают столешницы, подоконники, а также архитектурные элементы для облицовки фасадов зданий. В производстве используют около 200 видов различного камня. «Предприятие с историей, оно было основано в 1996 году. С 2005 года они здесь приобрели площади. Я оцениваю, для нас это хорошее, уникальное предприятие. С нашей стороны, вот я им предложил, у нас есть и льготные кредиты, у нас есть помощь в развитии предприятий, у нас целый комплекс есть мероприятий по поддержке от подобного производства бизнеса». Финансовая поддержка сейчас, как никогда, кстати. В планах руководства компаний, модернизации оборудования, открытие новых производственных помещений, а также сотрудничество с Торгово-промышленной палатой и Союзом промышленников и предпринимателей городского округа Люберцы. Луиза Егия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 9 октября отмечали Всемирный день почты. О том, как в условиях новой реальности работают почтовые отделения, расскажут мои коллеги. «Выражаю вам благодарность за ваш преданный труд, за то, что делитесь вашим бесценным опытом с молодыми сотрудниками. Спасибо вам большое». «И вам спасибо». Татьяна Зимина доставляет людям письма открытки газеты и журналы уже 40 лет. Свой путь на Почте России она начала в Пензенской области. Сейчас продолжает его в Краскове. Татьяна Петровна уже 5 лет на пенсии, но с профессией почтальона расставаться не собирается. Говорит, работа на ногах полезна для здоровья. «А здесь на свежем воздухе ни болезни, ничего. Я знать не знаю, чтобы или болеть, или ни гриппом, ничем мы не болеем. Почтальонные особенно у нас редко, редко раз бывает на больничном. Всегда мы на свежем воздухе. Ко всей погоде мы привыкаем». С весны этого года помимо корреспонденции Татьяна Петровна кладет в свою сумку антисептика и салфетки. На маршруте и в почтовом отделении находятся в маске и перчатках. Посылки и письма обрабатываются санитайзером еще на этапе сортировки. Все меры безопасности соблюдаются и в зале почтового отделения при работе с клиентами. «Безопасность наших работников – это для нас прежде всего. Соответственно, безопасность клиентов наших ответственно идет на этом же уровне. Соблюдаем все режимы, которые нам были предписаны Роспотребнадзором. Мы также принимаем меры к дезинфекции помещения три раза в день. Каждое помещение Люберецкого городского округа почтамта обрабатывается, проводится санитарная обработка». «Сейчас она лежит в больнице, так что я ей в руки отдаю. Обязательно ей в руки». У Татьяны Зиминой индивидуальный подход к каждому клиенту. Во время пандемии ее работа приобрела еще большее значение, особенно для людей старшего возраста. В период самоизоляции почтальон был и помощником, и собеседником, и долгожданным гостем. «Они говорят, осторожно будьте, жалейте себя, нас много, а вы одна. Мы вас, говорит, все любим». Новая реальность стала катализатором развития онлайн-продаж во всем мире. Почта России – важное звено в этом бизнесе. В 2020 году объем почтовых отправлений вырос в два с половиной раза. Компания активно развивает собственную курьерскую службу. Нововведения есть и в обслуживании клиентов на дому. «Мы сейчас пошли еще дальше. У нас есть теперь МПКТ. Это устройства, которые принимают на дому коммунальные платежи. То есть клиенту не надо будет сюда приходить. Приходит к нему почтальон. Соответственно, с МПКТ квитанция заносится, оплата производится на месте. Минимум соприкосновения, минимум вообще всех манипуляций». Со Всемирным днем почты жителей округа поздравили активисты молодой гвардии «Единой России» и члены молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Люберцы. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Контроль за соблюдением масочного режима вновь стал задачей номер один для общественников, волонтеров и представителей власти. Очередная проверка прошла на станции Люберцы-1, через которую ежедневно проходит 16 тысяч пассажиров. Результаты рейда в нашем следующем сюжете. «Средства защиты на каждом шагу. Их можно купить в кассе, либо получить бесплатно у волонтеров. Каждый день на станции дежурят добровольцы. Они напоминают пассажирам требования Роспотребнадзора и вручают маски тем, кто забыл о новых правилах». «С 9 октября мы уже раздали, мы порядка 4,5 тысяч масок уже раздали совместно с транспортными компаниями работаем. Также на электричках, на электропоездах, на маршрутных такси и на остановочных павильонах». За полдня на одном из самых оживленных участков Люберец выявили 180 нарушителей масочного режима. Соблюдать рекомендации в общественном транспорте важно для собственного здоровья и безопасности окружающих. «В целом по нашим железнодорожным станциям пассажиропоток 30 тысяч в сутки. Это много. Только у станции Люберца, где мы находимся, здесь более 16 тысяч в сутки. У нас на Южной площади там порядка 26 маршрутов. Это более 8 тысяч пассажиров в сутки. То есть поток огромен». Сотрудники железнодорожной станции в свою очередь дезинфицируют всё, к чему прикасаются пассажиры. Обработка хлора и спирта с содержащими растворами проходит каждые два часа. Контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса усилен в регионе с 9 октября. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Как соблюдают масочный режим люберецкие предприятия и учреждения? Ответ на этот вопрос решила узнать общественная палата. Для этого они отправились в рейд. В первую очередь заглянули в организации, где ведётся работа с детьми. Как театр начинается с вешалки, так теперь посещение социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних начинается с измерения температуры и дезинфекции рук. К подобным манипуляциям привыкли и родители, и дети. Сотрудники центра регулярно проводят дезинфекцию помещений. Занятия теперь проходят по расписанию, которое составлено так, чтобы дети не контактировали друг с другом. Теперь у нас нет групповых занятий, они сейчас не разрешены. У нас ведётся только индивидуальная работа. Получается, что через каждые 30 минут у нас ведётся дезинфекция и индивидуальное расписание для каждого ребёнка. Средства индивидуальной защиты, дезрастворы, рециркуляторы в социально-реабилитационном центре закуплены в полном объёме. В этом смогли убедиться представители общественной палаты городского округа Люберцы. У меня имеется вот такой экран, который я могу надеть, когда я непосредственно общаюсь с ребёнком, он закрывает всё, защищает меня, ребёнка. Проверки городских предприятий возобновились после того, как в Подмосковье увеличилось число заболевших COVID-19. Во всех учреждениях, которые проверялись, наличие масок присутствует, санитайзеры также присутствуют, поэтому все необходимые меры соблюдаются. Всё зависит теперь от наших жителей, многоуважаемых, которые также должны активно принимать в этом участие и заботиться о своём здоровье и здоровье своих окружающих. Общественники уже проверили более 50 предприятий и учреждений. Нарушений не выявлено. На этой неделе работы по соблюдению масочного режима продолжатся. Григорий Ворованин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. И в школах действуют меры профилактики распространения коронавируса. Соблюдение требований Роспотребнадзора в общеобразовательных учреждениях под контролем представителей власти. Очередная инспекция прошла в восьмой школе. Перед тем, как сесть за парты, позаботься о себе и окружающих. К этому правилу ученики восьмой школы уже привыкли, подходят к санитайзеру без лишних напоминаний. Чтобы минимизировать контакты между детьми из разных классов, потоки учащихся разделили на четыре группы. Первая приходит в восемь утра, вторая – в восемь сорок пять, затем через час и последняя – в двенадцать сорок пять. Таким образом, школьники не пересекаются друг с другом. Обучение проходит по кабинетному принципу. Занимаются все в своих классах, за исключением физики, химии, информатики, которые ведутся в своих кабинетах. Что касается физической культуры, погода, когда хорошая, естественно, занимаются на улице, у нас есть для этого все условия. Если плохая погода, то в спортивном зале у нас их два. В школе обучается 552 ученика. Работает около 50 человек. В настоящее время эпид-обстановка здесь положительная. По болезни отсутствует всего 6% учащихся. Мониторим в целом, что у нас происходит на территории городского округа. И в частности особое внимание – это школам, дошкольным учреждениям. Наша задача – как-то удержать ситуацию, связанную и с вирусами, и с безопасностью. Надеюсь, что на сегодняшний день наши жители абсолютно понимают, что происходит. И задача, если не здоровится, оставаться дома. Если видишь, что ребенок приболел, удержать его дома. Значит, нужен врач, нужно лечение. Во время своего визита Владимир Ужицкий также обратил внимание на организацию бесплатного горячего питания для начальных классов. В округе действует федеральный проект «Единая Россия – новая школа». Такие выездные проверки проходят в Люберцах регулярно. Луиза Егей Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Как повысить уровень знаний у всех школьников и увеличить количество выпускников с наивысшими баллами на ЕГЭ? Эти и другие вопросы педагогическое сообщество обсудило на совещании, посвященном перспективам развития системы образования городского округа Люберцы. Все подробности далее. Теперь учителям Люберецких школ составить план работы на месяц, четверть или полугодие будет еще проще. Поможет планинг «Настольная книга педагога». В ней учтены все нюансы, с которыми в своей работе может столкнуться учитель. К тому же планинг именной. Потерять точно не получится. Нам теперь будет очень удобно хранить информацию. Всю информацию, которая будет важна по работе. Я уже пролистала, посмотрела и отметила, что мне работать будет удобно. Удобно. Это развернутый календарь, где можно сделать определенные пометки. Важно не забыть. На полях можно также записать нужную информацию. Кроме этого, есть еще отдельные листы для заметок в конце самого планинга. И все же системе образования не обойтись без изменений, пусть и не кардинальных. В первую очередь нужно решить, как сделать, чтобы слабые ученики тянулись к сильным, а не наоборот. Во время совещания руководители образовательных учреждений предложили несколько вариантов, среди которых создание профильных школ, гуманитарных и физико-математических, а также привлечение высококлассных специалистов из других регионов. Здесь нужно взяться со стороны, которые не зашорены, ни с кем не связаны, какая-то социология, какие-то опросы, а потом какие-то предложения. И тогда этот тревог мы можем сделать. Потому что мы из этого болота, вот так, между собой, никогда не вылезем. Бессмысленно. Также глава округа поручил начальнику управления образованием создать рабочую группу и в течение двух недель подготовить анализ и план работы, по которому будет развиваться система образования в ближайшие годы. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Строительство школы в поселке Красково стало предметом спора между местными жителями. Проектирование объекта образования началось в прошлом году. Однако места, предлагаемые для возведения учебного заведения, до сих пор вызывают вопросы. Наш корреспондент разбирался в этой истории. Остальные дети со школы вернулись. Делают уроки, гуляют на улице, а мы только идем и вернемся в полшестого со школы. Из-за того, что дочь учится во вторую смену, Ирине Семеновой пришлось уволиться с работы. Провожать ребенка в школу посреди дня некому. В прошлом году занятия начинались в 8 утра и до вечера девочка оставалась на продленке. Без помощников молодая мама справлялась с таким графиком. Новый распорядок дня прибавил массу неудобств и родителям, и самой школьнице. Ребенок с утра играется, занимается. Уже у него активность не та в школе. Поэтому очень сложно настроиться на уроки и очень сложно сориентироваться ребенку. Отпускать ребенка одного Ирина пока не решается. Путь от дома в ЖК Новокросково до 55-й школы слишком долгий. И полон опасных препятствий. Две большие дороги. Очень страшно ребенка отпускать одного в школу. Приходится провожать в школу, встречать со школы. В общей сложности дорога в школу занимает примерно полчаса. Сейчас у Миланы каждый день по пять уроков. Заканчиваются они в 17.30. Зимой в это время будет уже темно. Вот я ребенка провела в школу. Сейчас через 4-5 часов мне снова возвращаться в школу, забирать и обратно идти. Это очень много занимает времени. Такая ситуация получилась из-за того, что 55-я школа взяла на себя новый микрорайон, построенный в поселке Красково. Учебное заведение рассчитано на 400 человек. В настоящее время здесь получают знания 800 школьников. Здание старой постройки перегружено в два раза. Без второй смены никак не обойтись. Поселок растет. Причем очень интенсивно растет. Соответственно, детей прибавляется, а школ нет. И те, которые есть, их расширить невозможно, объясняют. Значит, есть выход только строительства новых школ. Такого же мнения придерживается руководство управления образованием городского округа. Всего в Краскове три общеобразовательных учреждения. Мощности каждой школы исчерпаны. Сегодня в этих школах превышает численность детей на 1200 человек. Поэтому мы рассмотрели все возможности по свободным площадям в этих учреждениях. Закрыли учительские, закрыли дополнительные помещения для внеурочной деятельности и открыли там классы. Тем самым сократили вторую смену. И на второй смене все равно у нас дети остались. Это в основном второй, третий класс, начальная школа. Это седьмой и шестой классы параллели. И в общей сложности в трех этих учреждениях обучаются 748 детей во второй смене. Строительство школы на 700 мест в поселке – часть проекта ЖК Новокроскова. Но из-за разногласий между жителями место для ее возведения до сих пор не определено. Я, конечно, очень бы хотел, чтобы эта школа появилась на месте карьера. Чтобы было поближе, чтобы дети не переходили дорогу никуда, рядом с садиком. И забирать ребенка удобнее. И из окна можно посмотреть даже на площадку школьную. Такой вариант изначально был предусмотрен в проекте. Новая школа должна была появиться на берегу Новокросковского карьера. Но для этого необходимо засыпать часть водоема. Жители поселка выступили против. Их поддержали надзорные органы. В любом случае, для подобного вида строительных работ, предполагающих отсыпку карьера, понадобилось бы не менее 5-6 лет для отсыпки карьера и для отстаивания грунта. Ждать 5-6 лет молодые родители, естественно, не могут. Школа нужна им сейчас. Нам необходима эта школа, потому что все мамочки, которые здесь покупали квартиры, они рассчитывали на эту школу. Мы пошли в детский сад. Мы еще один год вынуждены находить детский сад для того, чтобы к следующему году, мы надеемся, что решится что-нибудь со школой. Жители поселка стали предлагать альтернативные варианты. Они направили в администрацию городского округа несколько предложений. Например, построить школу на территории парка Победы возле Малого Красковского карьера. Здесь, как говорится, земельного участка недостаточно для строительства школы такой емкости на 700 человек. Это раз. Второе. Здесь также находятся предприятия промышленные, которые имеют санитарно-охранную зону. И сократить мы тоже не имеем права. И мало того, основной момент – это линия электропередач, которая также имеет охранно-защитную зону. Также в качестве альтернативы жители поселка предложили территорию бывшей автошколы на улице Карла Маркса. Не нужно будет, во-первых, переходить две дороги. Достаточно будет перейти одну дорогу. Это расположение намного ближе будет и удобнее. Плюс здесь нету близости дороги. И здесь еще один жилой комплекс строится – Цветной бульвар. Им тоже будет нужна школа. Рядом озеро. Очень красивый вид будет. Но на этом участке, по словам сотрудников администрации, ситуация такая же. Недостаточно места и мешают соседние постройки. Кроме того, территория не принадлежит муниципалитету. Эта территория на сегодняшний день находится в собственности Российской Федерации. И земельный участок перевести в муниципальную собственность очень сложно. Мы проработали все очень внимательно. К сожалению, вот эти земельные участки не подходят с точки зрения градостроительного регулирования, законодательства, действующего в области строительства. Единственное место, которое поможет решить эту проблему – земельный участок, расположенный через дорогу от ЖК Новокроскова. С появлением школы этот участок будет выглядеть по-другому. Территорию вокруг объекта образования благоустроят и высадят на ней компенсационные деревья. Помимо всего, также предполагается строительство спортивной площадки на территории школы для полного его функционирования, которой могут пользоваться все жители поселка. Новая школа сможет принять не только детей с ЖК Новокроскова. В нее смогут ходить школьники со всего поселка. Если вариант со строительством школы на карьере невозможен, то, соответственно, мы за то, чтобы школу построили в лесу. Как отец школьника 55-й школы, который учится уже второй год, во вторую смену, я очень жду от администрации, от кого это зависит, строительство новой школы. Я надеюсь, что школу построят. Мы очень этого ждем. Если школу построят на лесополосе, рядом с нашим домом, это будет очень замечательно. В лесу, конечно, воздух – это большой плюс. Второй плюс – это самое близкое место, которое предлагают в отдаленности от дома. Мне удобно. Я вожу туда ребенка. Сейчас сад через дорогу. Мне удобно. Я успеваю и на работу. По вопросам строительства новой школы в конце сентября состоялась встреча жителей с представителями компании-застройщика и сотрудниками администрации. Такое поручение дал глава округа Владимир Ужицкий. Итог собрания – создание рабочей группы, куда вошли активные жители поселка Красково. Все дальнейшие действия будут проходить в согласовании с ними. Старейшему представителю партии «Единая Россия», проживающему на территории Люберец, Инне Александровой, исполнилось 87 лет. Свой день рождения она, как всегда, провела на работе в детской музыкальной школе. Но перед началом трудового дня именинница приняла у себя гостей. Это праздничное утро Инна Александрова встречает за фортепиано. Впрочем, так начинается любой день, независимо от даты на календаре. Музыка с ней всегда и повсюду. Это жизнь. Это моя жизнь. Если этого не будет, всё. Только так. Я люблю всё. И старинную музыку, и современную музыку. С удовольствием всё играю. Даже военные песни с большим удовольствием играю. Потому что жила в оккупации. Вот уже полвека Инна Александрова передаёт свою любовь к музыке детям. Несмотря на почтенный возраст, продолжает заниматься делом всей своей жизни. Параллельно с этим ведёт активную общественную деятельность. Посещает партийные собрания и участвует во всех значимых событиях округа. Дай Бог вам здоровья. Вы замечательная, красивая. Я хочу вам сказать, очень такая, с тонким юмором. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. У нас долголетие. На ближайший юбилей мы к вам зайдём. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Гагаринском техникуме чествовали победители и призёров национального чемпионата WorldSkills. В этом году финал проходил в очно-заочной форме. Люберецкие профессионалы доказали, что даже соревновались дистанционно, им нет равных. Алексей Щекочихин по праву может называть себя одним из профессионалов в области эксплуатации беспилотных авиационных систем. В 2020 году юноша доказал это в финале национального чемпионата WorldSkills Russia, который проходил дистанционно. Соперников он не видел, при этом интуитивно ощущал их дыхание в затылок. У нас всё строится в основном на полётах и сборке, разборке квадрокоптера. Дистанционный формат очень сильно отличался от очного формата. Очный и привычный. Я бы не сказал, что он легче или сложнее. Они примерно одинаковые. Наставник Алексея Елена Зеляева говорит, занять первое место не хватило спортивного везения. Ведь профессионализм у её воспитанника не отнять. Она уверена, впереди у Алексея большое будущее. Из него будет прекрасный эксперт и тренер. Он уже сейчас помогает нам в реализации проектов со школьниками. Он является, по сути, тренером для наших юниоров. Из него отличный эксперт будет. Умеет доходчиво, но при этом не агрессивно донести свои мысли. Медали чемпионата победителям и призёрам вручил глава округа Владимир Ружицкий. Он отметил, что в любой ситуации нужно оставаться профессионалом. Стоит задача сохранить и развить профессиональное образование. Мир, он развивается благодаря профессионалам. Надо чему-то учиться, набираться знаний, опыта. И в конечном итоге именно профессионалы эту жизнь делают такой, какая она есть. Вы славите наш Люберский край, поэтому мы гордимся, что у нас вы есть. Думаю, что вы гордитесь, что мы выходцы из Любереца, из Гагарасского техникума. Поблагодарили и наставников. Они готовили своих воспитанников к чемпионату, передавая знания. Тренеры пообещали, что в следующем году постараются вернуть статус-кво и вновь занять первое место, как это было ранее. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Проявить себя в Люберцах прошел открытый окружной фестиваль молодежи. На праздники творчества побывала наша съемочная группа. В восьмой раз талантливая люберецкая молодежь проявляла себя в танцах, песнях и различных мастер-классах. Юные артисты из культурных центров и музыкальных школ собрались в Наташинском парке. Девиз фестиваля «Талант, энергия, возможность». Мы хотим, чтобы творческие коллективы, молодежь наша, молодежные творческие коллективы, солисты, исполнители, наши танцоры проявили себя, показали и прежде всего познакомили со своим творчеством наших дорогих люберчан и гостей нашего города. По словам организаторов, каждый год фестиваль привлекает все большее количество участников. Молодежный клуб провел творческие мастер-классы по работе с бумагой, красками и фарфором. В этом году мы внесли такую изюминку, новинку. У нас большая площадка по граффити. Зрители, которые гуляют, ходят здесь по парку, в общем, посетители парка, вот, они имеют возможность взять баллончик с красками, попробовать что-то нарисовать свое, то есть воплотить свои фантазии на специальном покрытии. В этом году открытый молодежный фестиваль собрал более 300 участников из разных уголков округа. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Мощный и зрелищный. Силовой экстремал Сергей Агаджанян установил в Люберцах новый мировой рекорд. О том, какой транспорт не устоял перед ним на этот раз, расскажут мои коллеги. Дорогие, старт! Не вживаются поддержки, родители! Сдвинуть с места эвакуатор весом 41 тонну на 12,5 метров для слесаря Люберецкой теплосети Сергея Агаджаняна не проблема. Новое достижение экстремала – третий мировой рекорд. Русский халк, так его прозвали в интернете, сверхчеловеком себя не считает. Говорит, что силовой экстрим помогает ему в работе с молодежью. Ребята молодые смотрят, если дядя в 43 года может делать какие-то рекорды, наверное, они в своем возрасте могут своей дисциплине, не спортивной, а жизненной задачей решить ее. Поскольку я показываю, имитирую молодежь на то, что нет каких-то пределов. Толкать тяжелый транспорт – занятие для Сергея привычное. Месяц назад в Казани он сдвинул с места 16-тонный самолет. После нового успеха с грузовиком силач планирует взять полугодовую паузу и восстановить силы перед будущими рекордами. Дальше у нас, я не буду раскрывать, с Федерации силового экстрима трак-пол будет большого грузового самолета. Открою небольшой секрет, но я буду тянуть его вместе с другими двумя легендарными спортсменами-экстремалами из своих эпох. Будет один атлет, который выступал во времена Турчинского, старше меня, и будет молодой чемпион мира. Для установки третьего мирового рекорда люберцы были выбраны не случайно. Теперь округ – официальный представитель Федерации силового экстрима в Подмосковье. Документ о сотрудничестве был подписан непосредственно перед выступлением Агаджаняна. У нас реально всегда были развиты и силовые виды спорта. Все, что связано со спортом, особенно такие виды спорта, начиная от тяжелой атлетики, бокс, борьба. И сегодня по силовому экстриму мы делаем очередной шаг. Я надеюсь, что он будет удачным. Федерация силового экстрима России была создана в конце прошлого года. Организация имеет свои представительства в 49 регионах страны. Александр Колганов, Сергей Гвоздев и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. Все голы забиты. В округе завершился футбольный сезон. Победители лучших игроков и тренеров наградили в Ливерецком музейно-выставочном комплексе. Спорт, он закаляет волю, характер. И в целом те, кто начинает заниматься с раннего детства, любим виды спорта. Они по жизни становятся более успешными. Октябрь. Время подводить итоги летнего первенства по футболу и отмечать самых успешных игроков и тренеров. Непростой год не позволил провести соревнования в обычном режиме. Турнир состоял всего из одного круга матчей. Но тем не менее, в один круг мы провели, я считаю, хорошее соревнование на хорошем уровне. Участвовали детские команды городского округа Люберцы. Это у нас было 7 коллективов в трех возрастных группах. 9-10 год рождения дети, 7-8 год рождения, 2005-6 год рождения. Фавориты этого сезона – клубы «Болятина», «Красково», «Школа звезда» и комплексная спортивная школа Олимпийского резерва. Последняя заняла первое место в общем командном зачете. Опорный защитник Дмитрий Байчев говорит, что успех его клуба – заслуга всех игроков и тренера. Где-то я спасал ворота 2-3 раза, а забил примерно 2 гола и все. Мы играли все в пасы, играли хорошо. Все хорошие игроки у нас в команде. Мы будем заниматься, продолжать также играть в этом духе, побеждать и все. В округе тренируются более тысячи юных футболистов. Каждый успешный игрок может поучаствовать в проекте «Люберецкие звезды». Для этого свои дипломы и награды необходимо загрузить в личном кабинете на сайте luberc.rf. Раз в полгода лучшие из лучших получают призы и подарки. Александр Колганов, Денис Изаугольников, телеканал ЛРТ. Зрелищные выступления групп поддержки – серьезный вид спорта. Все это – чирлидинг. В Люберецком округе занятия по чирспорту проходят сразу в нескольких клубах. На тренировки команд «Вега» и «Уайлдкэтс» побывал наш корреспондент. Анастасия Фридинская занимается чирлидингом 5 лет. Из достижений – первое место на чемпионате России. В планах стать тренером по чирспорту. Для будущей карьеры в свои 15 Настя уже делает конкретные шаги. Я помогала другому тренеру. Я тренировала детей и ставила двойку. Двойка – это выступление двух девочек. Они выступают вдвоем. Здесь постоянная командная обстановка. Мы всегда в команде. Мы друг друга поддерживаем, помогаем. Мы поддерживаем младшую группу. Они поддерживают нас. Многие думают, что чирлидинг – это танцы с помпонами. Но в отличие от выступлений групп поддержки, которые все привыкли видеть в перерывах спортивных состязаний, – это самостоятельный вид спорта. Он требует большой отдачи и тяжелого труда. Да, многие пугаются больших физических нагрузок. Тут требуется поддержка родителей, поддержка тренера. И чем отличается чирлидинг от других видов спорта? Тем, что здесь команда. Тут командная обстановка, в которой девочки или мальчики поддерживают друг друга. Тут намного проще влиться в компанию и проявить себя. Чирлидинг развивается и укрепляет свои позиции во всем мире. В соревновательную программу Олимпийских игр он войдет уже в 2024 году. В России этим видом спорта занимаются 20 лет. В нашем округе – 5. За это время Федерация чирлидинга и чирспорта городского округа Люберцы воспитала более 2000 спортсменов. Сегодня наши спортсмены являются членами сборной команды Московской области, являются призерами всероссийских соревнований, участниками чемпионатов России, призерами московских областных соревнований, а также участниками чемпионата Европы. Эквадорец Александр Виттери живет в России 10 лет. Карьеру тренера по чирлидингу начал еще на родине, в Южной Америке. Говорит, что главное для достижения спортивных результатов – работа над собой и психологический настрой. Аня Арнаут заинтересовалась чирлидингом, посмотрев ролики в интернете. От любопытства к практике она перешла три недели назад. В планах у восьмилетней спортсменки – олимпийское чемпионство. У нас сначала разминка, а потом мы все вместе делаем свои встаны, кто в своей группе, а кто в другой. И по счету поднимают люди по сторонам наверх человека, который в середине, и он должен смотреть только в одну цель. В настоящее время в Люберцах чирспортом занимаются более 500 детей. Занятия проходят в 10 клубах округа. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова